Приветствую! Переселенцев начнут лишать прав на выплаты. Вот с такими заголовками вышли новости на многих новостных сайтах. И вот здесь мне хочется прокомментировать, пояснить, потому что это не совсем так. Никто не собирается лишать прав на выплаты ВПО. Но при этом действительно есть некие такие негативные подвижки в этих вопросах, вследствие которых вы можете лишиться выплаты, помощи государственной, как ВПО. Вот об этом мы поговорим сейчас подробнее. Ну а перед этим хочу вам порекомендовать инфочат Харьков. Инфочат Харьков. Только полезная информация для харьковчан и гостей города. Что же происходит на самом деле? На самом деле Министерство соцполитики хочет начать проверку. Проверку того, а являетесь ли вы внутренне перемещенным лицом. Как они собираются это сделать? Очень просто. Они планируют следующее. Пойти к вам домой. Ну вернее не домой, а пойти по тому адресу, по которому вы зарегистрированы как ВПО и посмотреть, а есть вы дома или нет. Ну не дома, по этому адресу. Что будет дальше, если вы не дома? Да, если так оказалось, что вам повезло, вы имеете работу, вы нашли на новом месте работу и находитесь на работе. Будет составлен акт о том, что вас дома не нашли. Вам будет приклеено или засунут в дверь уведомление о том, что вам нужно как-то себя обозначить, как-то подтвердить, что вы действительно все еще являетесь ВПО и действительно проживаете по этому адресу. Что можно для этого сделать? Для этого вам нужно будет явиться в управление соцзащиты и, собственно говоря, заявить о себе. Почему это делают? Ну, государство объясняет это следующим образом, что, мол, часть граждан Украины уже вернулась домой, но продолжает получать выплаты в качестве ВПО. А это же, ой-ой-ой, это же, какой-ой-ой-ой, какие же они нехорошие. В условиях-то военного положения решили от государства целые 2000 гривен получить в месяц. Ой, какие нехорошие, нельзя этого допускать. Естественно, именно поэтому мы будем проверять. А живешь ли ты по тому адресу, где ты зарегистрирован как ВПО? У человека будет 10 дней на то, чтобы явиться. После того, как он получил уведомление о том, что его, так сказать, разыскивают, нужно будет в течение 10 дней явиться в управление соцзащиты и как бы заявить о себе и сказать, что да, вот я такой, я все еще живу в этом населенном пункте, либо в другом. Поэтому, друзья, обратите внимание, что те из вас, кто сменил место жительства и сейчас живет не по тому адресу, где он зарегистрирован как ВПО, возможно, стоит сыграть на опережение и уже сейчас пойти в управление соцзащиты, а не дожидаться тогда, когда начнутся проверки и там будут просто сумасшедшие очереди. Так вот, пойти уже сейчас и заявить о себе и сказать, что я вот такой, я есть, просто я поменял адрес проживания, потому что мне кажется, что очень многие ВПО изменили адрес проживания, потому что да, мы регистрировались там на одной квартире, потом по каким-то причинам мы сменили эту квартиру даже в рамках одного населенного пункта, ну, как у меня, например, произошло, да, я сейчас проживаю в том же населенном пункте, но по другому адресу. Возможно, и мне придется это делать, менять регистрацию как ВПО. Что они говорят? Что если ты в течение 10 этих дней не появился, то мы просто прекращаем тебе выплаты. В дальнейшем ты можешь оспорить в суде. Ну, да, всегда так государство говорит, когда оно вот что-то с нами такое нехорошее делает, всегда представители государства нам говорят, ну, не нравится, иди обжалуй в суд. И в суде доказывай, что мы неправы. Вот здесь они заявили то же самое. Не нравится, идите обжалуйте в суд. Поэтому, друзья, моя рекомендация какая? Если вы сейчас поменяли место жительства и живете не по тому адресу, по которому вы регистрировались как ВПО, то явитесь уже сейчас в управление соцзащиты и смените просто адрес, по которому вы зарегистрированы. И как результат, я думаю, что к вам просто уже и приходить никто не будет, потому что, ну, вы уже себя, скажем так, подтвердили. Друзья, на этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока-пока.